Здравствуйте, это Viva Telecom И нас просили ознакомить подписчиков с системой DMR Вот сегодня мы это сделаем Будем разговаривать простым языком, чтобы максимальному количеству зрителей было понятно Начнем тогда, во-первых, как работает система И что она вообще из себя представляет DMR, то есть это цифровая система Сейчас в радиостанции многие, ну, фактически все работают как в аналоге, так и в DMR Ну, то есть аналог до сих пор еще присутствует в радиостанциях В ближайшее время, когда цифровизация уже произойдет Я думаю, что будут чисто цифровые станции Как это все работает? То есть построен данный протокол на технологии TDMA То есть она, эта система работает через таймслоты То есть на одной частоте передается два таймслота То есть я вот здесь изобразил Каким образом это происходит То есть весь временной промежуток делится на две части И, соответственно, в один момент времени мы передаем первый таймслот Во второй момент времени передаем таймслот второй Соответственно, на одной частоте можно обеспечить два независимых канала То есть вы будете работать параллельно и друг другу вообще никаким образом не мешать То есть если вы, допустим, оформили только одну частоту То с переходом на DMR вы можете экономить ресурсы и частотный спектр Работая двумя независимыми каналами на одной и той же частоте Это дает, опять же, преимущество еще и в потреблении на передачу То есть в один момент времени передатчик работает только на одном таймслоте Давайте я вот вам продемонстрирую У нас здесь вот на пятом канале стоит аналоговый канал А на первом канале цифровой Вот послушайте, как это звучит Раз, раз, два, три То есть вы слышите именно таймслоты сейчас Естественно, когда станция аналоговая Она никак не может декабировать цифровой сигнал Поэтому вы слышите только о переключении таймслотов Теперь, ну, то есть вкратце, вот таким образом Это все работает Теперь по поводу плюсов Или преимущества стандарта DMR Во-первых, это, конечно, разборчивость речи То есть цифровой сигнал всегда звучит лучше, чем аналоговый Это Вивотелеком Передаем с радиостанции Хайтера HM785 Пять в цифровом режиме DMR Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять Вы во многих роликах у нас могли уже увидеть демонстрацию Но, правда, появляются искажения цифровые Но зато речь остается разборчивой все равно Дальше можно обеспечить персональные вызовы Как индивидуальные, так и групповые Конечно, на аналоговых каналах через CTCSS, например, через DTMF Это тоже все можно сделать Но в DMR это все делается намного проще Ну и как бы система получается нагибче Так, дальше Два канала на одной частоте Это я вам уже рассказал То есть вы можете обеспечить работу двух каналов на одной частоте Естественно, шифрование вплоть до очень большой битности Ну, тут уже ограничивает законодательство в стране На какую битность можно поставить ключ шифрования Но, например, самые простые станции Даже там 40 бит ключ поддерживают Соответственно, чтобы его расшифровать Нужно потратить очень большое количество времени В отличие, скажем, от аналоговых скрэмблеров Где просто инверсия частотная Зачастую он только один вариант Его подобрать, естественно, не представляет труда Ну и потребление Потребление здесь, конечно, вопрос спорный Потому что, например, тестируя станции по потреблению В аналоге они в дежурном режиме потребляют даже меньше, чем в цифровом дежурном режиме Но из-за того, что работает станция на передачу тайм-слотами Потребление на передачу, естественно, становится не в два раза меньше Но процентов на 40 меньше Соответственно, если вы работаете на передачу очень много Тогда вы, возможно, получите в потреблении какой-то выигрыш Если же вы только в дежурном режиме работаете Ну, все зависит от станции, конечно Но вот сколько мы не проверяли В аналоге станции потребляют даже меньше, чем в цифре Теперь к недостаткам Естественно, это дальность связи Потому что я всегда привожу такой пример Помните, были телефоны Ну, обычные, беспроводные Именно аналоговые, там, в 900 МГц Дальность у них была приличная И даже с шумами, с помехами Можно было всегда понять, что... Ну, или абонента услышать Потом же появились дек-телефоны И когда вы Либо хорошо слышали То есть речь была разборчивая Либо вообще телефон отключался И дальность связи при этом Даже была меньше по сравнению с аналогами Так и здесь То есть если Какой-то процент ошибок В декодировании сигнала DMR Превышается То голосовой характер вообще не включается То есть станция перестает работать на прием И, соответственно, называется этот процент ошибок БЕР И вот, например, если он превышает 5% То приемный тракт радиостанции уже не открывается Соответственно, в аналоге Вы с шумами, с открытым шумоподавителем Можете, ну, в большинстве случаев получить Дальность связи больше даже, чем в DMR Но, опять же, сейчас уже многие станции Естественно, больше внимания уделяют цифре И у них чувствительность приемника стала выше Например, вот Роджеры сейчас к нам придут КП-70 У них в аналоге чувствительность приемника 35 сотых микровольта А в цифре 22 сотых микровольта Ну, то есть почти в два раза Отличается И также, кстати, у Моторолы серии DP-4000 Тоже чувствительность выше в цифре, чем в аналоге Поэтому вот по дальности здесь, конечно, спорный момент То есть все зависит от модели радиостанции И второй недостаток, конечно же Цена, да Цена всегда Цифровой станции Или гибридной станции Которая работает в аналоге и в цифре Всегда выше, чем чисто аналоговой станции Ну, если взять с одинаковыми характеристиками Одного и того же производителя Конечно, цена в цифре будет больше Так, теперь какие параметры Следующий раздел Какие параметры существуют при программировании цифровых каналов Это, естественно, частота несущей Как и в аналоговых каналах Это таймсвод Первый либо второй Это CC Это Color Code То есть на каналах цифровых Примерно как CCSS коды Есть цифровой код Он от 0 до 9 Обычно выбирается Соответственно, чтобы организовать связь У вас Color Code должен совпадать У радиостанций У разных И, естественно, все здесь еще связано С групповыми вызовами Либо персональными То есть Call Вы также должны запрограммировать Чтобы вызвать, например, либо группу Либо какого-то частного абонента Теперь по поводу Программирования Групповых и частных вызовов У каждой радиостанции Можно назначить Или он там в любом случае есть Это персональный ID Персональный И вы можете назначить ID групповой И, соответственно, осуществлять передачу Также Либо по персональному вызову Либо по групповому вызову Либо Третий вариант Это вызывать вообще всех абонентов На канале То есть это самое простое Как в аналоговых станциях Встали на несущую частоту И передаете Все слышат И, соответственно, вам Вы тоже всех слышите Вот для примера Давайте я Сейчас вам продемонстрирую Например У нас на первом канале Сделана одна группа Цифровая На втором канале у нас сделана Вторая группа То есть там, например Первая группа Это склад Вторая группа Это магазин Магазин Третья группа Это охрана Вот, соответственно, вы можете разделить Для работы, конечно, с группами Удобнее станция с дисплеем Но все же Тоже можно и таким образом То есть запомнить Какие группы куда назначены Вот, допустим, я на первом канале стою Это у нас группа Склад И здесь у нас тоже первый канал Вызываю Раз, два, три Раз, два, три Раз, два, три Раз, два, три Так, это возможно Первая группа у нас стоит Раз, два, три Соответственно, у нас стоит Группа склад Я передаю работниками магазина Открыть я ее не могу То есть индикатор загорается Что прием есть Но станция не открывается Потому что группа другая И здесь приемная группа Принимает только Соответственно, на первом канале Только склад Также я могу переключиться на охрану Станция не открывается Если же группа охранников Между собой Работает на этой частоте Раз, два, три Раз, два, три Охрана между собой работает Но также я могу Например, передавать На четвертом канале У меня назначен общий вызов И если я хочу вызвать всех То я могу на четвертом канале встать И вызывать любого Из этих трех групп Раз, два Так, да Это у нас третья группа Это у нас магазин То есть я стою на четвертом канале И вызываю сразу всех Раз, два Раз, два Также и принимать Соответственно Вы можете гибко настраивать То есть есть В DMR не только Вызывные Кол Группы Но есть еще и RX Группы Которые вы тоже можете назначать То есть Принимать только Например Одну группу Можно принимать только вторую Или например Принимать только первую И вторую группу Либо Назначить Приемную группу Чтобы она принимала все И соответственно Вы будете принимать Тогда Всех абонентов Но передавать Можете только Одной какой-то группе Либо опять же Всем Вот как здесь сделано На четвертом канале То есть все гибко назначается Вы также можете По идентификатору Радиостанции Если он у вас уникальный То есть для этой станции Там какой-нибудь Первый номер Да у этой второй Сколько угодно Их может быть И вы можете создать канал Либо кнопку Назначить на вызов И вызывать только Одного абонента То есть не только группу Но можете и персональные Вызовы осуществлять Вызывая Уникальный идентификатор Абонента То есть В DMR Все Работает через Идентификаторы Именно есть Идентификатор персональный Есть идентификатор групповой И есть общий вызов Но кстати Не на всех станциях Есть общий вызов Только группами Можете вы Программировать Я думаю Все понятно Как это все работает Какие преимущества И недостатки тоже Если какие-то вопросы В комментариях Задавайте их Обязательно подписывайтесь На канал Наша цель 100 тысяч подписчиков Набрать Следующая То есть 20 тысяч Мы почти достигли Вот Пишите в комментариях Постараемся ответить В комментариях Конечно много Но Выбираем время И отвечаем На этом тогда закончим С DMR Всего вам доброго До свидания Субтитры сделал DimaTorzok